Говорить о Planescape Torment можно долго и контрпродуктивно, поэтому я буду крат. И все равно контрпродуктивно. Эта игра собрана на движке Infinity Engine, отвечающем за Baldur's Gate и Ace Ventures, а потом играется примерно так. Есть тактическая пауза и псевдориалтаймовая боевка, разбитая на 6-секундные фазы. Есть основные элементы ДНД второй редакции, есть фиксированный клад воина, который можно сменять у учителей на мага или вора. Но все это совершенно не важно. Игра помещена в сеттинг Planescape, созданный для объединения кучи созданных за время существования подземелья и дракона в игровых миров. Забыток Королев, Кри, Нагрэй Хока и Иль. Эти миры вылеплены тем или иным способом и болтаются на орбите огромного шпиля, окруженного помимо них рядом других измерений, называемых планами. Все это соединено эфирным пространством, по которому можно перемещаться с помощью соответствующего снаряжения, хреновых звездолетов. А самые ленивые могут пользоваться так называемые двери, порталы или разломы в реальности, работающие при наличии того или иного ключа, которым может быть технически что угодно, от специального магического амунета до определенной мысли. На верхушке упомянутого шпиля символизирует огромный торт, на внутренней стороне которого находится ключевая локация Planescape, как сеттинга. Город дверей Сигилл, в народе называемый клеткой. Рулит там госпожа Боли, которая крута настолько, что не имеет атрибутов в системе ДНД, а потому абсолютно неубиваема никем и ничем. Последний момент, заслуживающий упоминания. На дальних планах идет кровавая война, где две породы демонов, хаоты и порождение порядка, вечно рубят друг друга. Все это относится к нам, игроку и его персонажу, весьма опосредованно. Мы играем за Безымянного, человека без памяти. Он просыпается в морге, потому что по всему судя был мертв. С ним заперт Морд, летучая черепушка, представляющаяся Мимером, самоходной энциклопедией знаний. Морд охочет до прекрасного пола и мастер заковыристой брани. Несложно понять, что это наш первый напарник из доступных в игре. В принципе, Морг, он же Мортуарий, раскрывает игру как то, что она есть. И дальнейшая часть похождения Безымянного, такой себе Макро Морг, Морг огромных габарит. Но я не хочу спойлерить даже сам Мортуарий, не говоря уже о дальнейшей истории. Для тех, кто отважится посмотреть этот обзор, еще не поиграв в Тормент. Дело в том, что ролевая механика в Торменте весьма обманчива. Инфинитик как бы намекает, готовьтесь к тактическим дракам, прокачке сбалансированных билдов и периодическим диалогам с небесем. Но на самом деле Тормент это в первую очередь текстовая адвенчура с сильным влиянием ролевых характеристик на развитие сюжета. Игра не слишком нелинейная и меняется скорее ее тон, то, как вы преодолеваете одни и те же препятствия. В Торменте зачастую логичнее сбежать, чем вступать в драку. А случаев, когда боя нельзя избежать, штуки 4 за всю игру. Игра хочет, чтобы игрок понял ее внутреннюю логику и следовал ей. И только тогда она раскрывается в полной мере. В взаимодействии с напарниками и окружающими, постепенное самокопание в войсках ответов и ряд значимых философских вопросов, вкупе с рядом мощных сюжетных квистов. И наконец, роскошнейшая текстовка с акцентами на описание персонажей, их реакции и действия. Вот что делает Тормент игрой по-настоящему выдающейся. При том, что по сути своей она не должна была бы быть таковой. Тормент не слишком масштабен, не особо эпичен и не стремится быть излишне разнообразным. Тут немного локаций, немного неписи и немного врагов. Детешняя боевка не слишком интересна и зачастую превращается в свалку, или спам мощнейших поклинарий. Но все, что связано с историей и личностями, эту историю наполняющими, проработано на уровне, который не встречается практически нигде больше. Это игра, в которой выбор слова понимания собеседника, это куда более напряженное противостояние, чем разборка с какой-нибудь очередной страхолюдиной современных нет-РПГ. Наконец, это игра, которая действительно хочет, чтобы игрок думал о том, что он делает, и анализировал причинно-следственные цепочки в действиях окружающих. При должной обработке модами и двигами, игра становится вполне комфортной в игре на современных ОС, хотя рекомендуется гасить Explorer XZ при запуске на виндах старшей XP, дабы интерфейс операционки не пытался мигать поверх игры. Как вариант, можно использовать DirectX Writer. Игра доступна к лицензионной покупке на ГОКе и их нелицензионной на известных бухтах, заливах и островах. Категорическая одобряция и рекомендации прилагают.